Добрый день! И мы снова говорим о нашем городском хозяйстве, подводим итоги нашей работы. Несмотря на то, что погода сейчас больше осенняя, чем зимняя, и уже более недели в Одессе идут дожди, и дожди достаточно серьезные, то есть если говорить о количестве выпавших осадков в городе за последние 5 дней, то это 80 миллиметров, а 80 миллиметров это 2 месячные нормы, это достаточно много. Все это сопровождалось сильными ветрами, сильными это порывистыми ветрами, можно считать это штормовыми. И тем не менее, с этой ситуацией мы вышли достаточно уверенно. То есть наши коммунальщики хорошо отработали, и в итоге жители города фактически не ощутили на себе ту непогоду, которая была в городе. То есть город функционировал нормально, общественный транспорт, это работало полностью без перебоев, не было сбоев и в системе ЖКХ. Мы уже установили елку на улице Дерибасовской, также 17 числа мы установим елку на Думской, возле здания Горского совета, чтобы ко дню Святого Николая уже все основные елки в городе были установлены и радовали наших жителей. Также хочу отметить, что в городе уже начали появляться места, это розничная торговля, где можно купить елочку и установить ее у себя дома. Конечно, со временем, уже через неделю их будет появляться в городе все больше. Хочу отметить, что все локации, которые сейчас появляются в городе по розничной торговле елками, то есть все эти субъекты хозяйствования подписали договора с управляющими компаниями на уборку территории, поэтому, выйдя первого числа на улицы нашего города, жители не увидят свалки елок, которые останутся или могут остаться на местах, где велась оперализация елок. Также хочу отметить, что ту инициативу, которую мы начали несколько лет назад, обменяя елку на конфету, в этом году мы также будем использовать. И уже после того, как вы отметите все новогодние торжества и захотите избавиться от новогодней елочки, хочу сказать, что ее не надо оставлять возле мусорного контейнера, ее не надо оставлять где-нибудь на фасадах или на улицах нашего города, ее можно отнести в специальный пункт, их будет достаточно много, список и карта этих пунктов будет находиться на сайте города, и там вы можете обменять елочку на сладости. Поэтому в минувшем году эта инициатива действительно очень хорошо себя зарекомендовала. Давайте в этом году это повторим, а еще лучше удвоим тот результат, который был у нас год назад. Ну и на завершение хотелось бы отметить, что 19-го это числа официально начинаются, скажем так, новогодние торжества, это День Святого Николая, и в этот день на улице города выйдут яркие, нарядные в иллюминации наши троллейбусы. То есть это уже будет очередной парад нашей коммунальной техники, очередной парад подвижного состава, который организовывается силами КП Одесс-Горнифт-Транс. Старт мероприятия 19.00, 19-го числа на улице Инглези, это конечная 9-го и 10-го маршрутов. Все, кто хочет это поучаствовать и посмотреть на этот парад нашей техники, всех ждем и всех это рады видеть. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, видимся через неделю и обсуждаем эти результаты и итоги нашей работы. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok